Медики спасают зрение украинскому военному, которого ранили лазером. И Чехия осуждает оккупацию Крыма. Время новостей на ЮАИ-ТВ, студии Татьяна Резвин. Возвращение кораблей политически выгодны для Кремля-Шаг. Как Россия не случайно пошла на него за несколько дней до слушаний в морском трибунале ООН в Гааге. И за две недели до нормандской встречи, заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эксклюзивном интервью каналу ЕАИ-ТВ. Возвращение не разрешает вопроса о дальнейшем использовании Керченского пролива, который Россия своими агрессивными действиями фактически закрыла для Украины, нарушая конвенцию ООН по морскому праву. Кроме того, подчеркнул Полозов, корабли по возвращению должны пройти тщательную экспертизу. Необходимо украинским специалистам установить степень ущерба, который был причинен действиями российских пограничников. Плюс, нет никаких гарантий, что на эти корабли не было вмонтировано какое-то оборудование российское, которое может собирать какие-то данные, передавать их и так далее. То есть это тоже необходимо проверить. Полностью интервью Николая Полозова вы сможете увидеть в программе «Лесо к лицу» на канале ЕАИ-ТВ сегодня в 21.25 по киевскому времени. Поприветствовали возвращение кораблей Уильям Тейлор. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Украине. Временная поверенность США по вопросам Украины отметил. Вашингтон будет и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и стремлении к миру. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных, разведение сил в станице Луганской, Золотом и Петровском и возвращение украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией. Это конкретные достижения на пути к миру и у всех украинцев есть основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщения о грядущем саммите в нормадском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира. Украина передала Турции список политзаключенных Кремля и попросила помочь с их освобождением. В нем 115 имен. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова после встречи с турецким коллегом Шерифом Малкочем в Стамбуле. Там проходит международная конференция омбудсменов. Людмила Денисова уже провела ряд переговоров и выступила с трибуны. Подробнее о материале наших корреспондентов из турецкого бюро. 200 человек из 55 стран собрались на международной конференции омбудсменов в Стамбуле. Главная цель встречи – защитить права человека. Среди участников и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Во время своего выступления она поблагодарила страны, которые поддержали резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму и Севастополе. А всех тех, кто этого еще не сделал, призвала проголосовать за документ на заседании Генассамблеи ООН в декабре. Я сюда приехала, потому что Турция помогает Украине. Президент Эрдоган придерживается позиции, что Крым – это Украина, и это очень важно для нас. Кроме того, Турция – соавтор нескольких резолюций ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Во время визитов в Стамбул украинский омбудсмен провела ряд важных встреч. В частности, провела переговоры со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем. Ему я передала список с именами 115 наших граждан, находящихся в тюрьмах в Российской Федерации и временно оккупированном Крыму. Мы очень надеемся, что это донесут до президента Турции. Тогда все приложат усилия для возвращения наших граждан на родину и наших оккупированных территорий. Турция готова бороться за права узников Кремля, заявил Шереф Малкоч, а также в который раз повторил. Анкара осуждает оккупацию Крыма и никогда не признает аннексии полуострова. Мы провели долгую встречу с украинским омбудсменом, госпожой Денисовой. Мы обсудили вопросы касательно списка и искали решение по этому поводу. Она передала нам длинный список. В нем есть фотографии и биографии людей, находившихся в тюрьмах. Если к нам обратятся задержанные или их близкие, мы со своей стороны будем обсуждать их вопросы с российским омбудсменом. Как освободить политзаключенных Кремля, Людмила Денисова обсуждала и с литовским омбудсменом, и с представителем крымско-татарской диаспоры Стамбула. Джафир Умеров, Идия Катаман, Стамбул, UATV. Чехия осуждает оккупацию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии на встрече с президентом Украины. Андрей Бабиш прибыл в Киев с двугневным визитом. На переговорах с Владимиром Зеленским он в очередной раз подчеркнул. Прага поддерживает реформы в Украине и продолжит оказывать гуманитарную помощь. Чешская республика будет продолжать предоставлять гуманитарную помощь тем, кто пострадал на востоке Украины, и поддерживать развитие сотрудничества с Украиной. С 2014 года мы предоставили Украине 15 миллионов евро и поддерживаем реформы, которые проводятся благодаря президенту и правительству. Отдельная благодарность за решение о реабилитации украинских военных в чешских медицинских учреждениях. Такая помощь для нас, для каждого украинца, очень важна. Спасти зрение 23-летнему военному пытаются медики областной офтальмологической больницы Днепра. Ранение армеец получил под Мариуполем, когда был на позициях в наблюдательном пункте. Врачам рассказал, увидел вспышку и сразу почувствовал резкую боль в правом глазу. Как выяснилось, после обследования офтальмолога, сетчатку повредило лазером. Теперь медики делают все возможное, чтобы вернуть зрение военному. С начала боевых действий на Донбассе это уже четвертый случай, когда бойцы получают ранения от лазера. Был поражен так называемым новым видом вооружения, на наш взгляд, потому что таких ранений у нас участились. Но, в общем-то, раньше мы таких ранений не видели, не получали. Это ранение, скорее всего, происходит каким-то видом лазера. Это зеленый лазер. Какой тип лазера, нам неизвестно. В зависимости от мощности этого лазерного излучения, может быть различные поражения. И, соответственно, это принцип выжигания сетчатки. Сработали очень оперативно. Это крайне важно, потому что с лазерным поражением глаз пациента нужно как можно быстрее направлять на высший уровень. В специализированную клинику. В тот момент, когда раненого везли с позиций в больницу, из нашего госпиталя уже вылетел вертолет с бригадой. И наш профессор был на связи с медиками. Встреча в нормандском формате и ситуация на Донбассе. Одни из основных тем, которые обсудили глава МИД Украины Вадим Пристайко и Германии Хайко Маас. Подробнее узнаем у корреспондентки ЮАТВ Юлии Башко. Она на связи со студией. Юля, о чем договорились Вадим Пристайко и Хайко Маас? Министры иностранных дел обсудили сегодня встречу в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря. Именно эти переговоры стали ключевой темой во время двусторонней встречи. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, все четыре стороны на сегодня подтвердили участие в нормандском саммите. И ожидается, что он состоится, как и планировалось, 9 декабря. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Германия поддерживает переговоры и ожидает значительного прогресса. Что именно я предлагаю послушать. Теперь очередь России. Итогом переговоров должны стать результаты и действия. Закон об особом статусе Донбасса с подготовкой местных выборов и изучением преступлений, совершенных во время конфликта. Это только два из того множества важных вопросов, которые мы должны решить. И Германия вместе с Францией готовы много работать, чтобы сделать свой вклад в то, чтобы мир наконец-то пришел на восток Украины. Кроме подготовки к предстоящему нормандскому саммиту, стороны также обсудили и выполнение договоренности в формате минских переговоров. Сегодня министр иностранных дел Германии должен был посетить станицу Луганскую, где, собственно, прошло разведение сил и средств. Однако из-за условий погоды этот визит был отменен. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайков, в свою очередь, отметил, что предстоящий нормандский саммит очень важен для Украины. Последняя встреча на таком высшем уровне, я напомню, проходила в 2016 году в Берлине. Предлагаю послушать. Мы надеемся, что на встрече в нормандском формате мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали, самое меньшее, с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате. И кроме политического вопроса, стороны также обсудили и экономическое сотрудничество. Министры иностранных дел говорили о перспективах сотрудничества между Германией и Украиной. Также был затронут и газовый вопрос. По словам министра иностранных дел Германии Хайка Масса, «Транзит газа через территорию Украины должен продолжаться и в 2020 году». Он сказал, что Германия поддерживает это. Ну и на этом у меня все. Татьяна. Спасибо, коллега Юлия Башко, корреспондентка UATV, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маус обсудили встречу в нормандском формате, ситуацию на Донбассе и транзит газа. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях а также на сайте телеканала UATV.UA. Пока это вся информация, но менее чем через два часа мы к вам вернемся с новостями на русском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин